Всем привет! Это видео о том, как восстановить файловые ассоциации в Windows 10. Ассоциации файлов – это сопоставление типа файла с программой, с помощью которой он будет выполняться. В силу сбоев или ошибок Windows, такие ассоциации могут нарушаться, и как результат, например, ярлыки перестают работать, не будут запускаться программы, фотографии открываются с помощью Paint, документы Microsoft Word с помощью блокнота и т.д. Существует несколько вариантов, как восстановить файловые ассоциации в Windows 10. Первый способ. Например, в Windows 10 все файлы формата HPEG открывают с помощью Paint. Для установки ассоциации кликните правой кнопкой мыши по HPEG-файлу и наведите на функцию «Открыть с помощью». Далее вы можете выбрать стандартные программы для открытия этого файла, поискать приложение в магазине, или же выбрать другое приложение. Например, кликаем «Выбрать другое приложение», «Еще приложение» и ищем нужную нам программу. Вы также можете включить функцию «Всегда использовать выбранное приложение» для открытия нужного вам типа файлов. Если списка нужной программы нет, нажимаем «Найти другое приложение» на этом компьютере и вручную выбираем нужную нам программу из всех установленных. Для этого заходим в папку с приложением, например, EFAN VEU. Кликаем на «Exe-файл» и нажимаем «Открыть». После этого данный файл будет открыт с помощью программы EFAN VEU. Второй способ – это задать вручную разные приложения для каждого типа файлов. Для этого заходим в панель управления, ищем пункт «Программы по умолчанию», сопоставление типа файлов или протоколов с конкретными программами. Кликаем на нужный нам тип файлов, например, «Doc-файлы» и смотрим, с помощью какой программы он открывается. В моем случае это блокнот. Если вы хотите сменить эту программу на другую или же указать приложение для неизвестного типа файлов, нажимаем на кнопку «Изменить программу». И так же, как и в первом способе, выбираем программу, которая нам нужна, то есть Microsoft Word. Нажимаем «Ок» и ждем окончания данного процесса. После этого выбранная программа всегда будет автоматически запускать данный тип файлов. Третий способ – это сброс связей на значение по умолчанию. Для этого зайдите в «Параметры», «Система», «Приложение по умолчанию». И в разделе «Сброс к рекомендованным Microsoft значениям по умолчанию» нажмите «Сбросить». После чего все ассоциации будут приведены к состоянию, которое было на момент установки системы. Все эти способы применимы для обычного типа файла – изображения, документы, видео и т.д. Для восстановления ассоциаций ярлыков и экзефайлов в Windows 10 нужно использовать редактор реестра. Но чтобы не вводить соответствующее значение в реестре, вручную, можно использовать готовые рекфайлы. Ссылка на статью, где можно скачать данные файлы, будет в описании. После скачивания запустите их, либо кликните на этот файл правой кнопкой мыши и нажмите «Слияние». Нажимаем «Запустить». «Да». Согласитесь с предупреждением о безопасности, т.е. нажмите «Да». Нажимаем «Ок» и перезагружаем компьютер. После этого ассоциации для .exe и .link файлов должны работать, как и раньше. Если у вас было включено автоматическое создание точек восстановления системы, то исправить ассоциации файлов вы, вероятно, сможете куда быстрее, используя точки восстановления. Подробную информацию о точках восстановления Windows 10 вы можете посмотреть в моем предыдущем видео. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Удачи! 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 Продолжение следует...